Я свободен, словно птица в небесах. Все, что тебе позволено, может тобою обладать. Еще никогда никому не удалось попробовать все и при этом выжить. Христианство даже на этом настаивает. На том, чтобы каждый человек сам решал, как ему жить. Мы же любим молоко, кисломолочные продукты, яичницу, омлетик. Но мы это не едим. Да, люблю, да, хочу, но не буду. Потому что я человек. Я хочу сохранить свою человечность. Вот я сегодня хотел бы спросить вас. Как вы думаете, что отличает человека от животных, в первую очередь? Словесность. Так. Словесность. Дух. Душа. Душа. А что, у моей кошки-муськи нет души, считаете, что ли? Дух. Дух. Любое млекопитающее, даже самое высшее, может жить только инстинктами. Инстинкт половой, пищевой и инстинкт самосохранения. Вот три основных инстинкта млекопитающих. У человека тоже они есть. И мы это знаем. Но человек как раз таки не сводится к своим инстинктам. Инстинкт не позволяет животному не делать того, что он хочет. Или заставит себя делать то, что оно не хочет. Ни одно животное не может себе этого позволить. А человек может. У человека есть что-то, что больше его самого. Вот как явление природы. Человек может своей личностью подниматься на своей природе. Он может позволить себе не делать того, что он хочет. И заставить себя делать то, что он не хочет. Это называется свобода. Вот это и есть свобода. А мы что думали? Мы думали, что свобода это что, Паша? Это когда что хочу, то и делаю. Так ведь? Я же свободная личность. Я же живу в свободной стране. Я захотел и сделал, да. Вот удивительный вот такой самообман развился в современной цивилизации. Уже давно мы заразились этой идеей, которая в нашем сознании извратила представление не только о свободе, но и о человеке о себе самом. Мы просто решили, что человек это животное. Он точно так же делает то, что хочет. Животное захотело что-то, оно это делает. Вот попробуй корове не заложи корма. В 4 утра. Она будет мычать, пока не охрипнет, а потом будет есть свой навоз. Она хочет есть. Она будет есть. Если две собачки встретились на улице, кобель и сучка, то, в общем-то, там никаких условностей. Там он ее не спрашивает, вы замужем? Может, она говорит, что вы, тут люди? Давайте хотя бы за гаражи зайдем. Нет, вот где приспичило, там они это и делают, и у них нет абсолютно никакого тормоза. Их ничто не останавливает. Им нечем остановиться. Это не вложено в их природу. Для них это не обязательно. И мы, когда видим это на улице, у нас к ним вообще никаких претензий. Ну, мы там маму, ребенка, можно отвернуть ему голову, пройти мимо. Преждевременная информация. А так-то мы же все прекрасно понимаем. А вот насчет себя самих нет. Мы считаем человека человеком только тогда, когда он может воздержаться от того, что ему захотелось. Это первый признак принадлежности человека к какой-то культуре. Это признак культурного человека. Когда человек воздерживается от того, что он хочет сделать. Или наоборот. Он этого делать не хочет, но обстоятельства, долг, обязанности заставляют его это сделать. И он это делает. И даже считает невозможным для себя отказаться от этого, даже если мне этого не хочется. Он потом сам себе этого не простит, если он этого не сделает. Хотя не хочется. Любая нравственная система, она обязательно включает в себя в качестве самого важного элемента воздержания. Ну, даже вот обычная этика, да, поведение за столом, например. Где должен находиться нож? С какой стороны от тарелки? Справа. Вилка? Слева. А какая из двух вилок для салата, а какая для горячего? А вот они, они могут быть одинакового размера. Какая? Нет. Котня, которая ближе к тарелке. Если ты перепутаешь приборы местами, или ты возьмешь что-нибудь за ту вилку, ты выпадешь из этой системы координат. И ты перестанешь быть в этом обществе своим. Тебе кто-то, может быть, сделает замечание, или в следующий раз тебя никто не пригласит. Ты человек некультурный. Хотя, какая разница, собственно. Взял ложку, да и все, просто ложку взял и ешь. Первое, второе, десерт. Нормально же, удобно. Нет, вот люди, как Шариков говорил, все у вас как на параде. Нет, чтобы так. Хочу, чтобы все. Нет, в том-то и дело, что если создается какое-то человеческое сообщество, то люди обязательно договариваются о том, что они чего-то не делают. Давай договоримся так. Вот это мы делаем, а вот это мы не делаем. Если не будет системы воздержания, осознанного, аргументированного воздержания, то никакое общество не удержится. Люди все передерутся. Если все будут делать только то, что они хотят, каждый хочет, то тогда люди превратятся в звери, в диких. что и происходит, когда люди забывают вот об этом свойстве человеческой личности, о своей свободе, которую нужно обязательно культивировать, воспитывать. христианство та культура, которой мы с вами принадлежим, христианская, она знает об этом очень много. О воздержании. Кроме того, что человек просто упорядочивает свою жизнь внешнюю и выглядит прилично, если он по договоренности с другими людьми что-то делает, а чего-то не делает, он получает от этого еще очень много полезного для себя. Оказывается, что если человек не тренирует свою свободу, если он осознанно сам не отказывает себе в том, что он хочет, то тогда он эту свободу теряет и остается без нее. и тогда он мало чем отличается от животных. Вот за что не любят христианство, например, нашу культуру, которой мы принадлежим? Потому что там, как многие думают, слишком много запретов. Но вот это нельзя, вот это нельзя, в среду мясо нельзя, в пятницу мясо нельзя, только постная пища. вот эти слова говорить можно, вот эти слова говорить нельзя, это неприлично, это грех, все время говорят, это грех. И человек, свободолюбивый человек, который как раз таки думает, что свобода это когда я что хочу, то я делаю, он считает это вторжением на свою суверенную территорию. что это мне запрещает, я сам знаю, что мне надо, что не надо, что мне хорошо, что плохо, что полезно, что не полезно, я сам решаю. Каждый человек сам решает, как ему жить. Ну да, да, совершенно верно, никто с этим не спорит, крестьянство даже на этом настаивает, на том, чтобы каждый человек сам решал, как ему жить. но чтобы человек, решая, как ему жить, не погиб, чтобы он не воспринял самоубийственный образ жизни из-за злоупотребления своей свободой, потому что он действительно сам решает, как жить. Христианство предлагает человеку сначала научиться свободе, как таковой, научиться сначала не делать того, что ты хочешь. или заставлять себя делать то, что ты не хочешь. То есть управлять собой, сохранять и приумножать самообладание, когда человек является хозяином, своим мыслям, чувством, желанием и поступком. Только тогда человек свободен, когда он хозяин сам себе, когда он свободно распоряжается всем, что у него есть, умом, волей, чувствами. И если этой системы тренировки нет, а эта система тренировки в христианстве называется аскетико, аскетика, от слова аскео, греческое слово такое есть, которое означает упражнение. Вот если человек не совершает этих упражнений ежедневно над собой, то он утрачивает свою свободу. Вот если человек не будет совершать физические работы, что останется с его мышцами? Они атрофируются, превратятся в такие вялые, ни на что не способные какие-то образования, может даже не нужные, человек будет просто лежать. Ну зачем ему ноги и руки, если он просто лежит? Если человек не совершает над собой духовных усилий, а свобода это как раз из области духа человеческого, то есть из области самого высокого уровня саморегуляции человека, духа, оттуда человек может свободно управлять всем, что ниже и психикой, то есть умом, волей, чувствами, и физиологией даже, представляете? Даже физиологией все до последней химической реакции подчиняется человеческому духу. И человек может активно на это влиять тем, что он главное духовное свойство свое тренирует, воспитывает, культивирует эта свобода. А если человек свободу утрачивает, то сначала он думает, что он абсолютно свободен, происходит такое затмение ума, помрачение сознания, человеку кажется, что он абсолютно свободен, он может со своей жизнью делать все, что хочет. Помните, как говорил один известный блогер, человеку нужны только деньги и удовольствие, которые он будет на эти деньги покупать. и чем больше денег и возможности получать удовольствие, тем больше свободы. Одна завуч по воспитательной работе в школе, в которую меня несколько лет назад приглашали, прежде чем дать слово мне, а я пришел туда рассказать про зависимость, чтобы детки туда не попали, в какую-нибудь алкогольную, наркотическую зависимость, она сделала такое вступление. Дорогие наши ученики, вы свободные люди, живете в свободной стране, и вы можете позволить себе все, вы даже должны попробовать все, и выбрать для себя то, что наиболее подходит вам, что вам понравится, что потом составит ваш уникальный неповторимый стиль жизни. Здорово же, правда? Вот что хочу, то и делаю. Мне все позволено, я все могу, а потом я сам сконструирую себя таким, каким я хочу быть. вот это глубочайшая неправда, я не знаю, как это вообще попало в школьную среду, хотя знаю, знаю, ее туда искусственно занесли, к нашим детям. Дело в том, что если человек не научился воздерживаться, прежде чем он что-то попробовал, что-то захотел, если он решит попробовать все, то он может погибнуть. Еще никогда никому не удалось попробовать все и при этом выжить. Что-то из того, что человек себе позволил, может стать непосредственной причиной смерти. И христианство 2000 лет это утверждает словами апостола Павла. Все мне позволено, но не все полезно. все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. Это значит, что меня Бог создал свободным и он действительно предоставил мне в мое распоряжение все и мою собственную жизнь. Я действительно могу свободно ею распоряжаться. И он меня предупреждает будь осторожен. Потому что свобода это небезопасное свойство твое. Все что тебе позволено может тобою обладать. И ты окажешься рабом того, что ты себе позволил. И ты утратишь свободу. Свободу можно легко утратить. На что-то из того, чем ты начал зло употреблять. А иногда даже просто один раз попробовал. И все, ты уже не можешь остановиться. Это стихия тебя захватила и ты ничего не можешь ей противопоставить. При этом она тебя захватила так, что ты как помешанный повторяешь я свободен словно птица в небесах. Ты в этом рабстве какой-то стихии, какой-то страсти ты даже не видишь того, что ты в рабстве. Наоборот, ты мнишь из себя свободно. Когда человек находится в разгаре заболевания, скажем, наркомании или алкоголизма, он не пойдет никогда лечиться. Что вы? Он вас отправит лечиться? Сто мудрецов не разубъедят одного безумного, скорее наоборот. Это он всем будет говорить, это вы больные, идите лечитесь, у меня все в порядке. Наоборот, я просветленный, у меня сейчас появились новые горизонты, у меня расширилось сознание, я сейчас все знаю, это вы все придурки. Это одно из свойств утраты свободы. Человек сходит с ума. происходит некая подмена личности. Но это временно, это явление временно. Это бывает на первой стадии. Во второй стадии это все уходит. Когда от человека уже практически ничего не остается, и он понимает, что он погибает, именно от того, чем он раньше так упивался, тогда ему может захотеться вернуть свободу, которую он утратил. Вот сейчас мы с вами находимся в преддверии Великого Поста. Это один из основных элементов нашей с вами культуры. Пост. Это слово означает воздержание. Это и есть наше упражнение. Это и есть наше ежедневное упражнение, самое элементарное. Когда человек не совершает каких-то знаете аскетических подвигов, ночных бдений, стояний на камне молитвенного. Нет, он просто отказывает себя в том, что он любит есть. Отказывает себя в той пище, которую он любит есть. На какое-то время. Мы же любим мясо. Любим. молоко, кисломолочные продукты, яичницу, омлетик. Извините, что я перед обедом такие слова произношу. Да, в том-то и дело, любим, нам это нравится, мы этим не гнушаемся. У нас в нашей традиционной кухне столько блюд из этого всего, что и не сосчитаешь. Но мы это не едим. да, люблю, да, хочу, но не буду. Потому что я человек. Я хочу сохранить свою человечность. Если я этого делать не буду, вот этого элементарного, то я перестану быть человеком. Тогда любая стихия меня смоет и от меня ничего не останется. Это моя ежедневная тренировка. Вот то же самое мы с нашими мышцами делаем. Утречком надо сделать обязательно зарядку. Не охота, хочется полежать, да тут надо эти приседания, эти отжимания, там кто-то на перекладину, кто-то еще и пробежку утреннюю делает. зачем? Потому что если я этого не буду делать, я деградирую физически, я расхляпаюсь, я начну болеть и в конце концов помру. Так вот важнейшим элементом нашей с вами культуры является пост. И мы это делаем не только в великий пост, мы это делаем 200 с лишним дней в году. Мы воздерживаемся от того, что любим, в пище. И благодаря этому мы сохраняемся в истории как народ, нация, государство. Мы благодаря этой культуре, вот этому важнейшему элементу ее, мы вообще возникли в истории как народ и как цивилизация тысячелетняя. Не было бы давно уже ничего здесь от того, что привнесено христианством, если бы мы не сохранили этого навыка. Воздержание. Только вот такое систематическое воздержание делает человека сильным духом. Человек поднимается своей личностью над своей природой все время, постоянно. Этот человек способен вынести любые трудности. Мало того, он этих трудностей не боится, он сам устраивает свою жизнь так, чтобы в ней не было этого вонючего комфорта, который сейчас провозгласили чуть ли не высшим достижением цивилизации европейской. Нет. Это наши предки, воспитанные в воздержании, то есть свободные, могли себе позволить сесть и поехать на север и заложить там города. Тысячи населенных пунктов по огромной территории, растянувшейся на всю Евразию, одна шестая часть суши, это могли сделать только люди с очень воспитанной свободой, хорошо воспитанной свободой, который может себе позволить это, он себе это может позволить. современный человек, отказавшийся от воздержания как принципа жизни, он этого уже не может себе позволить. Вот мы отказались от воздержания как от принципа жизни, в христианском смысле этого слова, нам еще нужно будет об этом два слова сказать, именно в христианском смысле, мы отказались от этого навыка и все, и мы потеряли треть территории, мы вымираем по миллиону в год, и наша страна нам уже не принадлежит, у нас ее отняли, какие-то и нам не охота, лень. Мы как-то так, в каком-то таком унылом дрейфе живем и жизнь наша свелась практически к животным инстинктам. Как Достоевский говорил в свое время, жрать, да спать, да гадить, да лежать на мягком. Еще долго будет прижимать человека к земле. Конечно, если мы отказываемся от этого важнейшего элемента нашей культуры воздержания, то мы станем такими. духовными импотентами, которыми кто-то потом воспользуется в своих интересах и отнимут у нас последние. Почему именно в христианской традиции пост имеет такое значение? в христианской традиции человек это делает не ради себя только, а ради Бога. Мы чем-то жертвуем от себя ради Бога. потому христианин знает, что единственная его сверхзадача здесь на земле это соединиться с Богом. Преодолеть свое одиночество без Бога. Жизнь без Бога это грех. Грех это и есть жизнь без Бога. И в христианстве эта проблема преодолевается всеми возможными средствами. И одно из таких средств это пост. Когда я ради Христа воздерживаюсь от того, что я люблю. Именно ради Него. И во время поста я усиливаю свое общение с Ним через молитву. Поэтому для нас два важнейших навыка. Это пост и молитва. Молитва и пост. Если какой-то элемент выпадает, то наша культура разрушается. Наша духовная жизнь разрушается. И мы можем имитировать христианство, но христианами уже не будем. Наша связь с Богом прерывается. Поэтому христианство две тысячи лет настаивает на том, чтобы именно оба эти навыка человеком были освоены очень прочно. Да, действительно, у нас есть в нашем календаре особое время, особые дни, дни Великого Поста. И в эти дни мы максимально сосредоточены именно вот на этом, на самом важном. мы не просто хотим подняться над своей природой и не быть похожими на животных. Мы хотим быть как Бог. Мы к этому призваны. Потому что абсолютно свободен только Он. И Он нас к этому призвал. Словами апостола Павла к свободе призваны вы братья. Но только чтобы ваша свобода не стала поводом для угождения плоти. Вот какие мудрые слова. Еще Он говорит если Сын человеческий то есть Христос освободит вас воистину свободны будете. Так вот настоящая подлинная человеческая свобода возможна только во Христе. То есть вот в этом соединении человека с Богом когда это свойство свободу Бог сам сообщает человеку но не без усилий самого человека. Поэтому давайте мы с вами вступим в эту пору великого поста с правильным отношением к этому периоду нашей жизни и извлечем из него максимум пользы помня такую простую вещь что когда человек ради Бога отказывает себе в том в чем он может себе отказать то тогда Бог дает человеку то на что сам человек не способен это закон человеческой природы природы Субтитры подогнал «Симон»